Это очень серьезное положение, которое нам внушает, что ваш образ мысли не является вашим личным делом. В общем-то и не являлся никогда, но сейчас уж точно не является. Прямо у нас на глазах разворачиваются события, которые, разумеется, можно считать локальными, региональными, местными. А можно довести их до того уровня, когда начинается универсальное обобщение. И мы можем понять, что события это действительно затрагивают основы человеческой цивилизации. Я имею в виду сейчас внесенные в Думу поправки к закону об информации. Эти поправки направлены главным образом против злоупотреблений, которые позволяют себе зарубежные ресурсы. То есть платформы типа YouTube, Twitter, Facebook и прочее. Естественно, что поправки возражения депутатов Госдумы обличены в форму защиты прав и свобод россиян. Хотя они в основном пекутся о правах и свободах средств массовой информации российской. Сами понимаете, что есть разница между личностью россиянина и средством массовой информации, поскольку последние являются институтом социальным, а не просто личностью. Тем не менее, это объединено вместе. И средства массовой информации защищены новыми поправками, которые предполагают серьезные санкции за ущемление прав средства массовой информации и, естественно, россиян как отдельных частных лиц. Эти санкции предполагают высокие штрафы от нескольких сот тысяч до трех миллионов рублей и предполагают гораздо более, я бы сказал, действенные меры противодействия или наказания этих платформ и ресурсов. Начиная с закрытия доступа к таким ресурсам, начиная с замедления трафика таких ресурсов и кончая, я думаю, просто закрытием информационного пространства Российской Федерации для подобных ресурсов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил, что речь идет не только о российской проблеме. Было бы понятно, если бы иностранные платформы вмешивались только во внутреннюю жизнь Российской Федерации. Речь идет, по словам Пескова, и я не собираюсь ставить эти слова под сомнение, о универсальной общечеловеческой проблеме, потому что подобной дискриминацией подвергаются и пользователи этих ресурсов на Западе, включая те страны, собственно, где зарегистрированы подобные ресурсы, то есть в Соединенных Штатах Америки. Здесь любопытно словечко дискриминация, потому что дискриминация предполагает нарушение равных прав по принципу расы, цвета кожи, этническому происхождению, религии или идеологии потребителей. Дмитрий Песков не случайно находит слово, которое указывает только на эти аспекты, и там, разумеется, может возникнуть и правильно возникнет сомнение, насколько действительно именно эти аспекты являются предметом дискриминации. В каких платформах, на каких платформах и в каких ресурсах блокируются, скажем, посты людей по этническому признаку, по признаку веры, вероисповедания. Мне таких случаев, во всяком случае, неизвестно. И сознательно выносится за скобки неравное, неравноправное отношение к тем пользователям, которые банятся, как сейчас говорят, запрещаются на ресурсах по совсем другим признакам. Официально это называется по признаку нарушения правил сообщества. Мы еще вернемся к этому понятию. Естественно, что цензура, а мы ведем речь о цензуре, как бы мы ее ни назвали, дискриминация по признаку, это и есть цензура, раз речь идет о средствах массовой информации или о платформах. Так вот, цензура всегда была и есть привилегией высшей власти. Это властная привилегия, это привилегия доминирующей, господствующей власти. То ли такой властью является государство, то ли такой властью является зародыш государства, некое сообщество. И, конечно, конкурирующие субъекты типа государств борются за то, чтобы цензура была всецела их, чтобы они решали, что можно, а что нельзя пропускать через подобного рода массовые информационные сети. Такая борьба существует до сих пор, и особенно она применима к тем государствам, где царит то ли диктатура, скажем, типа военной, то ли тоталитарным государствам, где царит идеология. Тоталитаризм вообще возникает по принципу одной господствующей идеологии. Не случайно подобные же законопроекты или поправки к существующим законам внесены и в других тоталитарных государствах или диктатурах. Еще где-то полгода назад в Китае прошли подобного рода законы, обязующие Google и все его ответвления типа YouTube всю информацию о своих пользователях и об их корреспонденции, переписке, об их взглядах, иначе говоря, передавать в распоряжение китайского государства. Буквально на днях, буквально в те же дни, что и в Российскую Госдуму поступил подобный законопроект о поправках, точно такой же законопроект был принят во Вьетнаме, тоже государство, представляющее собой идеологический тоталитарный строй. Так вот, и там то же самое, как бы несогласие с методами, применяемыми международными, в частности, американскими платформами и ресурсами. Удивительное явление. О чем идет в данном случае речь? Мы уже сказали, что речь идет, конечно, о формах цензуры, на которую свои права качают тоталитарные государства и диктатуры. Но о чем идет речь в более высоком или глубоком, как хотите, рассмотрении? Речь идет о понимании свободы слова. Потому что то понимание свободы слова, которое было неограниченным в Соединенных Штатах в соответствии с первой же поправкой о свободе слова, воззрении, вероисповедании и прочее. О свободе взглядов, короче говоря. И европейским пониманием, которое ограничивало в каком-то смысле, но весьма поверхностно и, я бы сказал, несерьезно ограничивало. Но нельзя было в Европе никогда, скажем, приветствовать нацистский режим. Это объяснялось специфическим опытом Европы. Но довольно поверхностно, глубоко, в какие-то идейные основы не заходило. Дело не доходило. Сейчас же речь идет о свободе слова в его основополагающем значении. То есть пытаются нам внушить. И это делают как аппараты пропагандистские диктаторских режимов, тоталитаризма, так и аппараты новопоявляющихся прогрессивных режимов, где слово прогрессивный приходится все время брать в кавычки. Имеется в виду вот что. Свобода слова, конечно, хороша. Но ведь не всякого же слова. Не всякого. Есть слова, которым нельзя дать свободу, ибо они окончательно испортят недостаточно совершенное общество. Есть целый ряд ограничений. И вот речь идет именно о таком ограничении, которое навязывается обществу через существующие ресурсы и платформы. Если вам приходилось иметь дело с этими ресурсами, то вы могли, скажем, получить иногда запрет на публикацию тех или иных соображений, мыслей, взглядов, позиций общественных. На основании того, что они противоречат или нарушают, часто используют слово нарушают, правила сообщества. Правила сообщества – это те входные, я бы сказал, правила, которые вы подписываете обычно при регистрации на одну из этих платформ. Проблема-то не в том, что есть какие-то правила, а в том, как они сформулированы. Правила сообщества сформулированы в таких сверхобщих положениях и формулировках, что их нельзя не нарушить, их невозможно не нарушить, потому что вы обязуетесь, вступая в такое сообщество, не лгать, не призывать к ненависти, не призывать к войне, не ставить под сомнение науку и научное достижение, избегать всякого рода конспирологических теорий. Вдумайтесь, как не лгать в мире, где никто окончательно не решил, что есть ложа, что есть правда, и где существуют десятки и сотни и тысячи сложных пограничных ситуаций, где любое утверждение можно объявить ложью. Как определить, какая сторона конфликта возможного содержит в своих речах и в своей пропаганде, и в своих средствах массовой информации призывы к войне, а какая – нет. Возьмем для надежности самый ближайший по времени и территории конфликт Нагорно-Карабахский. Ну какая сторона, требуя борьбы до последнего, требуя, наоборот, скажем, капитуляции, какая сторона призывает к чему? К войне, к миру. Вы вполне разбираетесь в этом, и вы готовы подтвердить, что ваша позиция не является призывом к войне, призывом к ненависти. Это крайне сложно. Я уже не говорю о бессмысленности таких положений, как пропаганда антинаучных утверждений. Ведь не всегда речь идет об утверждении типа «Земля плоская». Не всегда. И не всегда шло. А очень часто научная мысль вообще двигалась вперед утверждениями, которые противоречат современной науке. Их современной, и нашей современной. Мы же не можем утверждать, что на нас развитие кончается, и мы достигли высшей точки понимания устройства мира. Тот, кто думает так, тому вообще как бы не нужно ни о чем дискутировать. Он всегда прав. Тот, кто не думает так, и готов допустить, что мы еще не вершина развития человечества, тот признает, что, конечно, в своей современной ситуации всякий Джордано Бруно окажется еретиком и будет опровергать, или во всяком случае ставить под сомнение, существующее научное представление. И если вы скажете, допустим, а вот Эйнштейн не во всем прав, и я вам предложу формулы, которые опровергают некоторые ее положения, я сознательно беру крайний случай, потому что отнюдь я считаю, что Эйнштейн глубоко заблуждался, но допускаю это. А вы возьмите какое-нибудь положение гораздо более близкое. Если вы ставите под сомнение, что всякие изменения погоды, их принято в политкорректной речи называть климатическими переменами или климатическими изменениями, что всякое такое климатическое изменение зависит от человеческой деятельности. Если вы ставите это под сомнение, вы уже допускаете положение, которое противоречит современной вам науке. Между прочим, и те ученые, которые, скажем, не согласны с доминирующим взглядом, тоже оказываются еретиками, и в принципе сжигать их еще может быть рано, но запретить уже можно, потому что они нарушают правила сообщества. Речь идет о гораздо более универсальном явлении. В современной политфилософии, в той ее части, которая еще, я бы сказал, не вычищена от недостаточно научных понятий и терминов, принято говорить о деприватизации мышления. Вы можете назвать это деприватизацией образа мыслей, вообще деприватизацией мыслей. Это очень серьезное положение, которое нам внушает, что ваш образ мысли не является вашим личным делом. В общем-то и не являлся никогда, но сейчас уж точно не является. Он является общим делом, он является делом и заботой коллектива. Происходит грандиозный, парадигматический перелом. Такого еще не было, или во всяком случае на памяти человечества не было. Ранее боролись принципы индивидуализма и коллективизма. Причем принципы коллективизма последние лет 30-40 считались типичными для диктаторских режимов. Повторяю, диктаторских, типа военных диктатур или типа идеологического тоталитаризма. Считалось, что есть коллектив. Как правило, он вырождался просто в понятии государства. Чьи интересы выше? Интересов личности. Сейчас у личности отнимается и последнее ее прибежище – это ее образ мысли. Образ мысли. Он объявляется общим делом, делом коллектива, причем коллектива надличностного. Это может быть государство, а через государство – это человечество. В интересах человечества все, что выше личностных интересов. И если ваш интерес вступает, личный интерес или личное мнение вступает в противоречие с интересом этого сверхколлектива, то, разумеется, предпочтение отдается точке зрения коллектива. Помните термин – это деприватизация мышления, деприватизация сознания человеческого. В рамках этой борьбы происходят сейчас потрясающие изменения, изменения даже терминологические, изменения в ценностном механизме, в ценностной системе человека. Но вы, например, несомненно, исходя из прошлого, думаете или думали до сих пор, что личное мужество, героизм, способность к сопротивлению там, где вы ощущаете несправедливость или отсутствие справедливости, что это позитивное качество человека, и постепенно нам внушают прямо противоположное. Почему я об этом говорю? Сейчас происходит пандемия ковида. Под эту сурдинку отрабатываются очень многие общественные процессы и новая общественная система ценностей. Буквально на днях, буквально на днях, глава Международной Всемирной Организации Здравоохранения Гебра Иисус, господин Гебра Иисус, заявил, что он сегодня достоинством и доблестью человека нужно считать не способность к индивидуальному сопротивлению, а подчинение, готовность, подчиниться, высшая доблесть современного человека, это его готовность добровольно подчиниться доминирующему мнению. Оно может меняться, мы это просто видим на глазах. Буквально на днях медикамент Ремдесивир был обозначен этой организацией, Всемирной Организацией Здравоохранения, за весьма некачественное, плохое и даже вредное для здоровья. Полгода им пользовались и довольно неплохо лечили больных. Я это привожу просто в качестве примера. Как текучими песками оказываются все основы. И главной доблостью объявляется охота, готовность человека подчиниться. А те, кто не готовы, их объявляют ковид-диссидентами. Это официальный термин. Понятие диссидент, которое еще недавно обозначало готовность противостоять коллективному злу, объявляется отрицательным качеством человека. Каждый, кто готов, он объявляется диссидентом. Причем диссидент приобретает весьма отрицательный оттенок. Просто отрицательный оттенок. Это некое отребие. Это люди, до которых еще, правда, в последней инстанции не дошла, не была донесена или они отказались ее принимать. Они нарушают правила сообщества. Так вот, на глазах это меняется. И господин Гебрайсус процитировал замечательную формулировку главного американского эпидемиолога, господина Фаучи. Пишется Фаути. Читаю это по-итальянски. Господин Фаучи, который сказал, сейчас важно подчиняться приказам. Думать будете после. Разумеется, кто-то может сказать из вас, но ведь кто-то будет определять, в чем заключается нарушение правил сообщества. Вообще нарушение того, что мы называем политкорректностью. То есть, кто-то же будет определять, что является прогрессивным счастьем для человечества, а что является регрессивным, обскурантистским вчерашним днем и должно быть без милосердия подавлено, запрещено. Наверное, наверное, кто-то будет определять. Но подозреваю, что это будете не вы. субтитры субтитры Продолжение следует...